Мостостроители восстановили Покровский мост через реку Арсеньевка в Яковлевском районе. Мост протяженностью свыше 100 метров. У него получается 24 опоры основных русловых и плюс 12 опор, которые мы выставили непосредственно перед мостом с так называемыми ледорезами. Потому что практика прошлых лет показывала, что в основном мосты разрушаются из-за сильного ледохода, который постоянно на этой речке присутствует. Мост был поврежден при прохождении весеннего ледохода. Тогда была нарушена целостность нескольких опор мостового перехода. Сегодня движение запущено для транспорта весом не более 3,5 тонн. К октябрю разрешат движение для автомобилей массой до 20 тонн. Это связано с процессом набора прочности бетона отдельных элементов мостового сооружения. Открыто движение для машин общей массой 3,5 тонны. Почему так? Конструкции набирают прочность бетонная. Сегодня мы сделали испытания бетонных конструкций. Показала набор прочности 76%. По нашим планам ориентировочно к 1 октября мы повысим массу транспортных средств, разрешим, которые будут двигаться через мост до 20 тонн. В принципе, это груженый КАМАЗ. Основные восстановительные работы на мостовом переходе в Яковлевском районе завершены. Специалисты за полтора месяца вывезли более 10 тысяч кубов грунта, который был предоставлен в рамках чрезвычайной ситуации администрации района. Отсыпаны производственные площадки. На трех опорах проведены мероприятия по их укреплению. Мастостроители возвели пять опор и четыре пролета. Остались работы по устройству ледорезов, разборки рабочих площадок. Хочу сказать, что работа очень профессиональная. Эти ребята, которые работали, они работали практически круглосуточно, полный световой день и даже в непогоду выходили на работу, что способствовало быстрому и скорейшему возведению моста. Поэтому очень благодарен от имени жителей. Большое чрезвычное спасибо. Мостовой переход соединяет поселки Покровка, Минеральная, Яблоновка, Краснояровка, Никола, Михайловка, Загорная, Озерная, Бельцово, Росславка и Орлинная. Движение для автотранспорта массой до 20 тонн будет запущено в октябре. Олег Завьялов, Новости на Восьмом. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...